при определенных условиях действующие на тело силы могут совершить механическую работу так сила упругости совершает работу при распрямлении пружины поднимая груз сила тяжести совершит работу если шарик отпустить и дать ему упасть на землю про тело посредством которого может совершиться работа действующими на него силами говорят что она обладает энергией энергия это физическая величина характеризующая способность тела совершить работу энергию выражают все в тех же единицах что и работу то есть в джоулях энергию которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела называют потенциальной энергией камень поднятый над поверхностью земли деформированная пружина сжатый газ вода в реках удерживаемая плотинами все это примеры тел обладающих потенциальной энергией энергию который обладает тело вследствие своего движения называют кинетической энергией кинетическую энергию движущейся воды и используют в работе гидроэлектростанций кинетическая энергия ветра приводит в движение лопасти ветряных двигателей используемых для получения электрической энергии вычислим потенциальную энергию тела массой m поднятого над поверхностью земли на высоту h будем считать потенциальную энергию тела лежащего на поверхности земли равны нулю тогда потенциальная энергия тела поднятого на некоторую высоту будет определяться работой которую совершит сила тяжести при падении тела на поверхность земли работа равна произведению силы тяжести на высоту кинетическая энергия тела зависит от его массы чем больше скорость движущегося тела тем больше его кинетическая энергия тем больше его кинетическая энергия кинетическая энергия тела равна произведению массы тела на квадрат скорости пополам умение определять кинетическую энергию тела помогает в решении различных практических задач пусть машина массы м движущиеся со скоростью в начинает тормозить чтобы остановиться путь который пройдет машина с момента начала торможения до полной остановки называют тормозным путем на этом пути сила трения совершает отрицательную работу так как направление действия сила трения и движения противоположны кинетическая энергия машины при торможении изменяется от максимального значения м в квадрат пополам до нуля изменение кинетической энергии также отрицательно и равно совершенной работе сумму кинетической и потенциальной энергии тела обычно называют полной механической энергии тела например летящий самолет обладает как потенциальной так и кинетической энергии мячик массы м поднятые на высоту аж над поверхностью земли обладает потенциальной энергией его кинетическая энергия равна нулю но стоит отпустить мячик как он начнет падать на землю во время падения высота на которой находится мячик уменьшается а его скорость увеличивается при этом потенциальная энергия тела постепенно переходит в его кинетическую энергию в момент касания поверхности земли потенциальная энергия мячика станет равной нулю а его кинетическая энергия будет максимальной из многочисленных наблюдений за превращениями энергии ученые сделали вывод энергия никогда не исчезает и не возникает из ничего она только переходит из одного вида в другой и от одного тела к другому это утверждение называют законом сохранения энергии